Привет! Как определить, насколько мы связаны с реальностью? Как определить, насколько то, что мы думаем о мире, правда? Это очень просто. Как в игре. Как в любой компьютерной игре, есть очки и баллы. Подходим к вонкаматам, вставляем карточку и смотрим наши очки и баллы. Открываем кошелек и... Epic Win! Или Epic Fail. Нету денег. Деньги очень хороший способ определить, насколько реальность отвечает нашим представлениям. То есть, сделал что-то, получил результат. Если результат плохой, не устраивает тебя, значит, что-то ты неправильно думаешь. Как-то вот твоя картина мира неадекватна. Не старайся согнуть ложку. Это невозможно. Вместо этого, попытайся понять правду. Какую правду? Нет никакой ложки. Нет никакой ложки. И тогда ты увидишь, что не ложка изгибается, а ты. Отношение к жизни как к игре, и вообще к получению денег как к игре, дает два очень больших плюса. Первый, это безусловно, мы к потерям относимся проще. Ну, мы не переживаем. Потеряли какую-то часть денег, сумму денег, ну, небольшую, незначительную, или значительную. И думаем, ну, блин, бывает в игре так, ну, что-то потерял, что-то получил, да. Мы не переживаем об этом. Потому что переживания, в принципе, связаны с прошлым. Как мудрецы говорят, не стоит переживать, если молоко уже пролито. Ну, прошлое не изменить. А если можно изменить, то не стоит об этом переживать, нужно менять. И второй большой плюс, это то, что мы относимся к деньгам, к получению денег с позитивом, с радостью. То есть для нас это кайф, драйв, соревнование. Соревнование с самим собой вчерашним. Вот ты получил больше, ты радуешься этому. Ведь большинство людей, в принципе, воспринимает получение денег как технический процесс. Но надо получить, надо отдать, да, никаких эмоций, никакого драйва. А это должно быть игрой. Играйте, выигрывайте. Всех благ.